11 марта 2003 года был подписан указ о создании Государственного комитета Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Годы подтвердили своевременность и актуальность создания специального уполномоченного ведомства, перед которым были поставлены задачи остановить наркоагрессию, коренным образом изменить стратегию борьбы с наркобизнесом и выстроить новую государственную антинаркотическую политику. Ваша служба одна из самых молодых Российской Федерации, вам всего 11 лет. Вместе с тем за эти годы вы уже вызывали очень сильный авторитет у нас. По крайней мере в Ленинском районе я вижу, как с каждым годом у нас растет количество задержаний наркотиками. К сожалению, это уже перешло у нас за сотни килограмм. В прошлом году было изъято более 126 килограмм, из них почти 60 килограмм героина. И я скажу, что очень активно у нас в этом плане работают наши общественники. И то, что здесь присутствует сейчас много именно общественных организаций, которые с вами связаны, говорят о том, что народ вас поддерживает. За последние несколько лет в России было выявлено более 400 тысяч преступлений, пресечена деятельность около 3000 преступных групп и сообществ, ликвидированы десятки тысяч наркопритонов, проведены сотни международных полицейских операций. Более 200 тонн наркотических средств и психотропных веществ, почти 3 миллиарда, условных средних доз наркотиков не дошли до потребителей. К уголовной ответственности привлечены свыше 120 тысяч организаторов наркоторговли. Я желаю, сохранили свой потенциал, сохранили оперативные позиции, которые имеете, они у вас неплохие. Я хотел бы, чтобы ваше взаимодействие по земле было более тесным, а какие бы они ни были, но они тоже есть. И если вместе работать, то результаты будут лучше. Лейтенант полиции Любовь Буторлина служит в ведомстве всего год. Как призналась Любовь, она оказалась в управлении ФСКН не случайно. Это была ее детская мечта. Попасть в эту службу не очень-то просто. Это должно быть безупречная репутация, хорошая рекомендация. То есть это просто супер-жизнь должна быть, супер-человек, отличное здоровье. Ну и мне повезло, меня наконец-таки взяли. Работникам наркоконтроля за положительные результаты в служебной деятельности и добросовестное выполнение своих должностных обязанностей были вручены грамоты и благодарственные письма главы Ленинского муниципального района. Мероприятие продолжилось выступлениями фольклорного коллектива «Родничок» Центра культуры поселка Совхоз имени Ленина. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин